До приезда официальной делегации Гомельской области более двух часов. Казалось бы, за это время можно обойти все экспозиции. Но площадь для Белагра, внутри и плюс территория снаружи, настолько необъятная, что рассматривать стенды можно день напролет. На входе выставка Гомсельмаша. Два из семи представленных агрегатов, инновационные модели. Зерноуборочный комбайн для фермерских хозяйств GS200 и кормоуборочный FS450, предназначенный для хозяйств с большой численностью крупного рогатого скота. Сейчас оба образца на стадии испытаний, которые продлятся и после участия в выставке. Задерживаемся около GS200. Возможно, в следующем году комбайн появится на полях. Данная модель, мы рассчитываем, что она позволит завоевать нам новых покупателей в странах Африки, Средней Азии, в странах СНГ, таких как Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан. То есть там, где, ну скажем, мелкоконтурные поля и, соответственно, есть необходимость в таких машинах. Тельход машиностроения на Белагра представлено и предприятиями Гомельоблагросервиса. Так, свои экспозиции у МОЗР-техсервиса, Светлогорского агросервиса, Гомельоблагрокомплекта и Калинковического ремонтно-механического завода. На выставочных площадках техника и животноводческое оборудование. Это новые образцы, которые только-только успешно справились с техническими испытаниями и сейчас поставляются на белорусские и российские рынки. Вот одна из новинок Гомельоблагросервиса. Техсервис представляет на выставке Белагра сегодня зерновую селку СЗС-4,2. Значит, селка универсальная, она предназначена для посева не только зерновых культур, семян зерновых культур, но и для подсева трав. Это очень важно. Важно то, что сама селка предназначена для таких почв тяжелых, суглинистых, которые преобладают у нас на Гомельщине. Поэтому это воспринято нашими аграриями довольно положительно и уже реализовано у нас только в нашей области порядка 60 единиц. Важность участия всех предприятий холдинга «Гомельская мясомолочная компания» в главной национальной выставке обусловлена его экспортной ориентированностью. Из-за пандемии пришлось нелегко. Особенно сложным был апрель, но холдинг нашел выход. Пока другие страны только выходили на пик по распространению коронавирусной инфекции, в Китае ее уровень пошел на спад. И для гомельских производителей это стало возможностью наращивать объемы поставок именно туда. В тот период в Китай отправили более 20% цельномолочной продукции. Получилось выйти на прямые контракты с этой страной и сейчас, например, практически 90% сухой сыворотки экспортируют именно туда. В целом в этом году холдинг увеличил продажи за рубеж на 120%. Рентабельность от экспортных отгрузок составляет 10%. Кроме того, предприятия холдинга разрабатывают новые продовольственные бренды. Хотим представить новый вид продукции. Это сыр Рогачев с ароматом сгущенного молока. Кто не знает наш Рогачевский МКК, сгущенку знает, наверное, весь мир. Мы хотим и сыр сделать таким же брендовым, как и наш общий мировой бренд по сгущенке. Поэтому вот пробуйте. Новые линейки продукции в мясной отрасли. Например, колбасы по ГОСТу. Производители говорят, что их вкус будто из детства. Покупатели согласны. Я такая любительница колбасок всяких. У вас очень вкусная. Особенно московская мне понравилась. И хорошо, что вы держите марку. По-прежнему все очень вкусно. Удачи вам всем. За час до завершения первого выставочного дня БелАгро посетила делегация во главе с председателем Гомельского облсполкома Геннадием Соловьем и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Особый интерес у российской страны вызывают новые модели сельскохозяйственного машиностроения. Цена, мощность, сравнение с европейскими аналогами. Презентовать промышленный потенциал региона ответственно. Это залог новых взаимовыгодных контрактов. Наша задача сегодня показывает то, что мы производим. И область наша промышленная и должна показывать тем, чем занимаются. Особенно то, что оборудование для доильных залов, оно необходимо. Сейчас разработаем новый проект. Крусили в следующем году реализуем на территории нашей области. Поэтому это для продвижения на рынок России. Потому что нас важно не зацикливаться на одном регионе, в частности нашей области или других регионов. Поэтому мы анонсируем то, что сегодня наши комбайны работают в плане и газомоторные, и на территории области. И мы должны их дальше продвигать на территории России и других регионов наших соседних государств. Потому что для нас это важно. Потому что от этого зависит получше предприятие, в том числе уровень заработной платы. Новая сельхозтехника и оборудование, которое выпускает промышленный сектор Гомельщины, интересны Брянским аграриям. Этим обусловлены такие подробные диалоги губернатора российского региона с белорусскими специалистами около каждой экспозиции. Новые контракты точно будут, уверен Александр Богомаз. Поразила техника и оборудование для мощно-товарных ферм. Это и доильные залы, это и саночное оборудование, вот это и танки для молока, которые, почему я спрашиваю, и стоимости, что, как, то есть как они производятся, с чего производятся. То есть они сегодня, я понимаю, что они ничем не уступают европейским аналогам, но по цене, по цене намного дешевле, чем то, что покупают наши производители за рубеж. В этом году в выставке Белагра участвовали около 300 компаний из полутора десятков стран, в том числе из Германии, Эстонии, Венгрии, Италии и Китая. Марина Северьянова, Андрей Иванов, Новости недели, Минск.